День добрый, микрофон Владимир Сметанин и снова в нашей студии мы вместе с Евгением Питуниным, историком-краеведом, руководителем музея Вятского государственного университета. Добрый день, Евгений Альбертович! Всех приветствую! Накануне первого дня зимы мы с вами встречаемся, 1 декабря в истории нашего региона, ну, день особенный. Напомню, что это день убийства Сергея Мироновича Кирова, 1 декабря 1934 года в Смольном был зверский, застреленный выстрел в затылок. Ну, не так, известно, одной пулей, в принципе. Ну, я сгущаю краской, конечно, но все-таки вот такая знаковая, она очень переплетается с нашей тематикой. Можно сказать, не больно застрелили его, не говорили. Мы с вами продолжаем серию программ, напоминаю, что мы идем по годам, и сегодня в очереди год 1962-й. Все, что мы говорили, все, о чем мы говорили ранее, можно увидеть на сайте Кирова.ру. И на нашем YouTube-канале все передачи, видео-версии, аудио-версии мы там выкладываем и продолжаем создавать такую своеобразную летопись. Прошлая передача у нас, соответственно, была посвящена году полета человека в космос, 1961-й. Много было отмечено из преобразований городских местностей. Ну, 1962-й тоже интересный год. Очень разнообразное событие, очень неоднозначный такой год получился. И чем больше я на него смотрю, тем больше я нахожу аналогии с годом сегодняшним. В 2018-м? Да. Ну, я позже... Позже уточните, обоснуете, да? Пройдем по параллелям, а сейчас просто вот у меня такие впечатления шел пешком через театральную площадь по Ирове. Наверное, в 1962-м были это траурные мероприятия в обкоме или даже в двух обкомах сельском и промышленном по поводу убийства Ирова. Наверное, что-то там все-таки отмечали. Ну, как бы отмечали, но вот площадь, да, завтра зима, завтра уже 1 декабря, а еще даже не приступили. Снега нету и на площади шевеления нет, ну, такого, чтобы можно было из него что-то делать, поэтому на площади шевеления нет. А вчера я посмотрел картин из 1962-го года и вот оформление о театральной площади. Они, видимо, решили на один годик от космической темы отойти, и поэтому площадь была оформлена в дымковском стиле. Это как раз с 1961-го на 1962-й? Да. В этот год была сделана огромная ледяная арка на входе со стороны фонтана, украшенная дымковской игрушечкой. Главная горка была такой петух, дымковская игрушечка, где, по-моему, три даже спуска этих было ледяных, и фигуры под дымком. Уже снежное строительство к 1962-му году оно, в принципе, получило значительное развитие. Зимы были, в отличие от сегодняшних холодных. Да, вот этого праздничного, да? Да, и снежное. По-моему, в 1950-е это... В 1958-м. В 1958-м укрепилось вот это. Да. Ну, самое знаменитое, наверное, все-таки, это вот оставшиеся 60-е годы были самые выдающиеся фигуры сделаны, но 1962-й тоже приятно порадовал зимним оформлением. Правда, интересно было смотреть, еще была цела водогрязелечебница или курс и сестер милосердия, это красное здание на месте нынешнего нашего университета. Да, главного корпуса, да, Лятского госуниверситета. Часть уже была университета, это был савнархоз, вот мы к этому подойдем. А почему же все-таки параллели и это с... Вот чем больше погружаешься в этот 1962-й, тем больше находишь. Вот тогда разразился кризис, известный крибский кризис, то есть обострение отношений с Америкой. Он в очередной раз оказался на грани войны. Эксперименты правительства в 1962-м году привели, в принципе, к уменьшению зарплат, к подорожанию продуктов. В нынешний год тоже рост цен, вот следующий обещает еще дальнейший рост, повышение пенсионного возраста. Ну и уже, конечно, дальнейшие неоднозначные действия Хрущева, они тоже вызывают определенные ассоциации. Ну, в принципе, год был, в отличие от предыдущего, который все-таки проходил под флагом полета человека в космос, здесь уже было не до празднований. Год был беспокойным, как в небе, так и на земле. В советских школах отменили допризывную военную подготовку. Ну, потом, наверное, все-таки что-то снова ввели, потому что у нас, я помню, в 70-е... То есть предмет такой, как НВП, да? Да, да, да. Я запомнился он нам, да? Этой аббревиатурой начали на военные подготовки. Шарль Деголь, президент Франции, в очередной раз подвергся неудачному покушению. Всего их было 15, надо же. Ну, видимо, терапясь по следу Гагарина, американцы запустили своего астронавта в космос. И в 62-м году американец Джон Магленн совершил свой первый орбитальный полет. Напомню, что до этого двух астронавтов просто выстрелили до космоса, они, ну, как бы, допрыгнули и обратно плавник. По орбите не летали. А тут вот через год после СССР, да, впервые... Ну, до космоса, наверное, это громко сказано. Да, впервые... Ну, тем более, вот, что... Было необычное явление, когда 8 планет, Солнечные системы участвовали в параде планет, то есть выстрелились в одну линию. Астросенсы, конечно, там предрекали, что это, там, может быть, и не добру, а... Ну, это как майя, наверное, да? Ну, вроде, может быть, и было не добру, и обошлось. Ну, вполне было каких-то мелких конфликтов, и это, там, Бурунди, Руан, да, и прочая туча государств, вообще, нынче, исчезли названия эти, между собой что-то не могли поделить. Вот, в Англии, отставка кабинета, ну, все это даже неинтересно вспоминать. Вот, единственное, что разоблачили Хрущева, когда Эннеди, президент США, выступил по радиотелевидению и заявил, что СССР построил на уберэтную базу. Он объявил начало морской блокады для острова, ну, и призвал Хрущева отказаться. Вначале у нас все отрицали, причем тот же Фидель Кастро уверял, что это всего лишь везут оборудование и будем строить советские рыбопромысловые базы. Такая гуманитарная помощь такая, да. Когда показали фотографии, приперли, вот, было противостояние, и в итоге, вот, обошлось все-таки здравый смысл. Ну, понятно, победителей бы не было. На кнопку не нажали. Но, тем не менее, 1962 год было подписано Британо-Французское соглашение о строительстве сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорбда». Да, вот уже в 1962 году. Ну, в стране у нас, конечно, после полета правильно говорили про Хрущева, там, когда пионер ему заявил, что это, говорят, что... «Мой папа говорит, что вы запустили не только человека в космос, но и сельское хозяйство». На счет Хрущев ответил, что передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу. Действительно, было запущено сельское хозяйство и все. Да, произошло повышение, значительное повышение цен на продукты питания, что вызвало, конечно, недовольство. Это было, в том числе, связано с денежной реформой, которая годом ранее была? В 1961-м уже началось повышение, продолжалось. Ну, не буду зацикливаться на демонстрации, на уже со всех сторон поминутный все, даже фильм, по-моему, был про демонстрацию и расстрел рабочих в Новочеркасске. Но замечу, что подобные беспорядки, может быть, которые не вылились в такие подавления, но продолжились в течение 1962 года во многих городах СССР. Но я почему-то уверен, что о каких-то мы еще и не знаем, потому что материалы еще не раскрыты. В стране было неспокойно. Ну, вот я, сколько мне было, 4 года, я смутно помню, я еще, в принципе, в школу не ходил. Но, да, вот были, и это перебои с хлебом, вот дошкольный период, были вареные початки кукурузы, то есть они продавались, видимо, от этого гастронома все. Но я бы не сказал, что это была такая тотальная нищета на прилавках, вот подобно той, что образовалось в 90-е годы, но, тем не менее, все остудело были. Вот появились, видимо, это рзац-заменители, яичный порошок, не знаю, может, даже американцы или наши вот тоже, я помню, что это блинчики готовили. Вот кто сейчас этот порошок помнит? Были бульонные кубики в жестяных робочках. Бульонные кубики? Бульонные. А я думаю, это сугубо изобретение 90-х. Вот они были советские, вот именно в ту пору появились, когда мясо меньше стало. Как меньше? В 59-й недавно его назаготавливали. После авантюра, это же резко, вот они заготовили, съели, испортилась большая часть. Все это забыли, поголовье не стало в полхозах, и был огромный провал с мясозаготовками. Поэтому вот эти, не знаю из чего, из костей сухожили, бульонные кубики, и они были в фольге, но фольгу разворачиваешься, была темно-ричневая субстанция. Вот современные, они вроде желтые были, я помню, по 90-м, а тогда вот эти советские. И были китовые консервы, то есть это... Мясо китовое? Да, это была такая банка, но, наверное, объемом с литр, а не прямоугольной формы. Вот сверху снималась крышечка, и внутри банки была такая пергаментная бумага, вот, а в ней вот это мясо ярко-красного цвета. Вот я помню, что народ кормили вот этим китовым мясом, но без талонов оно было, но тем не менее... Но тем не менее, не кормили свинину, да. Ну, в принципе, да, вот, конечно, эти бунты, ну, наверное, ослабили и это последующее действие правительства, но это уже для добра бы не довело, потому что цены, вот, действительно, в 62-м повысились на мясо, молоко, масло, яйца и сахар на 25-30 процентов. Официально было зарегистрировано, что осенью 62-го года начались перебои с хлебом. По мнению властей, вот, недобросовестные граждане скупали хлеб. Крупы на Урмск оттуда, это скупали, это всегда было. Это я помню, до 80-х такое было. Нелепая причина, называется, почему. И поэтому в 62-м году было принято решение о нормировании продажи хлеба. Было запрещено продавать в одни руки больше двух с половиной килограммов хлебобулочных изделий. В день? Ну, в городах это не, да, в день. Не настолько было актуально, вот, то, что население, то, что ведь там запрещали, осить для себя в рабочее время ночами, там, где-то на болотах, пытались для живности. Ну, хлебом кормили, конечно. Вот, эти ограничения основались и учреждений общепита, то есть столовых, и у нас в Кировской области. То есть до 62-го года во всех столовых хлеб просто ставился на стол, вот, как элемент сервировки лежал, и, в принципе, сколько надо тебе. Не как сейчас ты платишь за кусочек, да? Да, вот, это именно вот этот принцип, он появился в 62-м году. То есть хлеб нарезался, и один ломтик, там, какой-то он стоил одну капельку, то есть можно было. И вот снова такой виток был, это культа. Хлеба везде стали, в столовых вешать лозунги советские, а то еще... Хлеба к обеду, веру, береги, хлеб, там, богатство, его береги. Ну, тем не менее... 62-го года, в общем, да, это все прям? Любопытно. Ну, в принципе... В общем, установка была напряженная. Зарплаты-то ведь не повысили. Нет, то из-за этого, мало того, что не повысили, еще увеличили нормы выработки. То есть, чтобы сохранить зарплату, которая падала, на которой-то уже можно было купить на 30% меньше, еще, чтобы ее заработать, надо было вот, ну, раз, из чего, ну, и прочее, там. Конечно, Хрущев и дальше пытался продолжать свои реформы, например, ну, это уже было под занавес 62-го года, были разделены обкомы на сельские и промышленные. То есть это, представьте, два... Ну, якобы, вначале была хорошая затея, децентрализация власти, что там в одном обкоме сидят, они, ну, могут... Думают. Или лобби там промышленное, или какое-то два года, один заботится о сельском. Поначалу это, конечно, сократили штаты какие-то, но и обычно в России тут же начал резко раздуваться биографический аппарат. Вот, а причем поделили не только обкомы, вот, поделили и обкомы комсомола, и редакции газет, и профсоюзы. Тоже по этому, по этому принципу? Все, все, по два. У нас было два. Промышленные промышленные хозяйственные хозяйственные хозяйственные? И дальше, вот, королевки, это было здание салмархоза. Вот это был еще... Совет народного хозяйства. Да, один аппарат такой, управление, и поэтому, конечно, все это не нравилось, потому что бюрократия росла, а в результате продуктов больше не становилось, вот, и властью были уже недовольны и чиновники, и народ, вот, обедневший. Ну, и у Хрущева, конечно, продолжались и другие замашки, вот, нереализованные. Хорошо это или плохо, я не знаю, потому что нельзя однозначно все у Хрущевской черной краской. Ну, например, он хотел ликвидировать военные звания в ПГБ. В 62-м году он заявлял, что надо вас, цитирую, распогонить и разломбасить. Но, видимо, побоялся, руки не дошли. Все, 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 и вот, с одной стороны, в том же, в 62-м году журнал «Новый мир» по личному распоряжению Хрущева, вот, там, главный редактор Двардовский, решился опубликовать повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вот, в 62-м году... Ну, до этого, надо понимать, в самой издате только ходила, гуляла по рукам, да? Тогда еще самый издат был очень в зародышевом состоянии, вот, и поэтому тогда, тогда мир, вот, впервые узнал имя Солженицына, но тогда еще не было ГУЛАГа, поэтому еще не было такого резонанса, но тем не менее. А с другой стороны, в том же, в 62-м году Хрущев, обходя выставку Манежа, обрушился на молодых художников, в том числе и на старционистов, где назвал картины известным словом, ну, скажу, говно, а художников назвал пидорасами. Все это послужило сигналом для травли творческой интеллигенции. Потом пытались, конечно, поправить положение, но... Но осталось это, в любом случае. Поэтому, вот, смотрите, вроде бы это и... Были и положительные наметки, но... Ну, вот теперь, вот теперь, не знаю, там, была ли вообще вот теперь... Реформировали все, и милицию, вот профсоюзы, в общем, результата от этих реформ... А милиция в чем тут заключалась при образовании? Тоже как-то делили на сельскую полицию промышленную? Упразднили главу милиции, там зарплаты были маленькие у них, и вообще вот это ведомство было в огромном кризисе, никто на работы не шел. И это сохранилось, наверное, до 70-х годов, когда даже в 70-е у рядового милиционера была зарплата 75 рублей. А это как-то сказывалось на уровне преступности, что вот стражи порядка как-то менее тщательно... Ну, вот я скажу, что в 62-м году... Разгул был преступности? Народные волнения проходили не только по причине повышения цен, там, и падения зарплат, но и часто были народные бунты по причине того, что кого-то убили или избили в отделе милиции. Это было и в Муроме, это было в Беларуси, в общем, во многих городах... То есть факты, как это сейчас приятно говорить, жестокого, жесточайшего обращения с задержанным. Но это, увы, сейчас встречаетесь. Поэтому вот такой вот какой-то был разбаланс в стране. Гавярина запустили, отпраздновали, и такое вот через год горькое похмелье наступало. Что же у нас, в принципе, делось в Гировской области? Ну, пожалуй, самым ярким событием, которое удалось найти, было то, что вот заложен дендропарк в 62-м году. Парк лесоводов, как у него официальное название, да? Гировской области. Да. Сверху, говорят, раньше, когда вот уже деревья подросли, там, если пролетать на самолете, ну, сейчас бы запустить дрон, то можно было из кустарников, деревьев прочитать, там, 50 лет СССР. СССР, ага. Ну, тогда была создана коллекция древесных, так вот, то есть, и кустарников... Подождите, 50 лет? В 62-м году? В 62-м году? Да. 40, наверное, все-таки. 40, да, 40 лет СССР, да, да. Ну, и, конечно... Высаживались буквально, да, вот, в гендропарк высаживались как раз в это время. Ну, смотрите, вот, 56-м, 56-м, 56-м. Ну, конечно, не было местом такого паломничества. Вот, вот, была закрытая территория, мы еще в студенты ходили, там очень мало кто гулял. В общем, считалось таким служебным парком лесоводов. Слобода Сашини, если кто-то не помнит. Это сейчас там уже, по-моему, затоптали до асфальта, туда уже такие массы народа. Ну, близлежащие компании заинтересованы в развитии парка, да, вкладываются, благоустраивают. Ну, из курсов можно отметить все-таки, что, в принципе, родился будущий политех, будущий наш ВИАДГУ университет, то есть в 62-м году на базе филиала Всесоюзного заочного энергетического института было открыто дневное отделение. Кировский политехнический институт первоначально, да. Вот, с одной стороны, конечно, прогресс, а с другой стороны... А на кого, кстати, он был ориентирован, так, первоначально? Кадры для наших вот известных морозных предприятий. Да, Лепси у нас же электромеханические заводы, в начале кадры для завода Лепси и для других оборонных заводов, и располагался первый вот этот факультет дневной в школе, на втором этаже школы, вот номер сейчас не помню, но это если идти по улице Гайдара, вот мимо Дома культуры, там школа дальше, вот там сейчас. А, ну, ну, все, все понятно, наверное, с дворцем культуры. А потом уже, да, начали, вот поэтому импульс дал строительство здания, в итоге вот этот савнархоз, праздненный впоследствии, отдали политеху и достроили здание до Орла Мороза, снеся при этом, ну, это уже следующие годы. Так, чем еще примечательным? Примечательным год 62-й гонением на царя, наверное, вот это все-таки минус. Ну, оно продолжалось, собственно, эти гонения продолжались. Оно резко усилилось, вот, был огромный прессинг, количество крещений даже по статистике сократилось на 40 процентов в 62-м году. То есть статистика такая была, сколько крещений совершено? Ну, уже в коме партии отдел, который учитывался. Я не знаю, была ли тайна исповеди, но, вот, видимо, попы отчитывались обо всем. Ну, я думаю, это же сладко, да. Ну, и результат, конечно, был, была снесена Федоровская церковь у нас на берегу. На набережной, да. Вот, сейчас на этом месте деревянная церковь стоит, даже попросившаяся, когда я еду по Росе-Люксембург, то я всегда вижу, что она, по-моему, куда-то, подобно Бизанской башне, наклонилась куда-то. Вот, кто поедет, посмотрите внимательно, но, по-моему, вот. Ну, многим это место известно, как бывшая капсула времени, так еще. Ну, это мы дойдем где-то к 74-му году до этой капсуле времени, точнее, там было две капсулы времени. Одна была официальная, потом вторая неофициальная, бутылка от Агдама, да, была. Ну, это через несколько недель, я думаю, дойдем. Вот, сохранился Убьян 62-го года. Документ правительственный. В настоящее время в связи с пуском в эксплуатацию нового железобетонного моста через Вятку, городсполком приступил к реконструкции набережной. И здание церкви подлежит сносу. Ирпич от разборки церковного здания будет использован строительные материалы на строительстве школы. Такой школы никто не уточнил. Да, и они писали запрос, прошел дать согласие на снятие с регистрации религиозного общества Федоровской церкви. И распавшегося, хотя оно не было распавшееся. И передать здание Ировскому горкомхозу для сноса уполномоченный совет по делам православной церкви по Ировской области Де Медведев. Наверное, даже Дмитрий Медведев. Ну, может быть, стоит отметить, гереческого владыку Поликарпа тогда у нас такой был. Возглавлял он, да. Да, в области. Он категорически против выступил закрытия храма. Его поступок в обкоме расценили как бунтарский. Вспори, вот, видимо, все-таки власть была такая у обкома, что отстранили владыку от должности и был уволен на покой. Хотя до пенсии было далеко. Он сильно бедствовал. До самой смерти ему не только не разрешали управлять ни одной епархией, но и не брали рядовым священникам. Ну, и вот еще такой момент мне рассказал это в 90-е годы один уже старенький, к тому времени, спирт-криминалист из нашего УВД, который участвовал потом, видимо, в следствии и в дознании по поводу сноса этой церкви. Давайте озвучим на рекламу. Или после рекламы заинтригуем и перейдем так. Ну, хорошо, давайте, я думаю, потерпим. Да, после рекламы откроем маленькую тайну. Полторы минуты. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Продолжим очень скоро. В пределах 1962 года мы сегодня плаваем вместе с Евгением Питуниным, историком, краеведом, руководителем музея Вятского госуниверситета. Плаваем в хорошем смысле этого слова, затрагиваем разные аспекты нашей жизни, жизни страны, жизни нашего города и так ждем раскрытия Неховой секреты. Вернемся к сносу Федоровской церкви в 1962 году. Взорвать ее, подобно тому, как был взорван Александр Невский собор, было нельзя, потому что вот, если кто видел старые фотографии, то она со всех сторон была окружена деревянными домами. Там барачного типа были даже двухэтажные, поэтому взрывали или разрушали осторожно, и поэтому вот есть даже фотография, где полуразрушенная колокольня едва держится, и надо было как-то аккуратно уронить. И поэтому зимой уже подогнали два БТРа, вот сцепку такую сделали, обвязали эту колокольню тросами, стали тянуть-тянуть, пытались ее уронить, но не получалось. Скриптая конструкция была. Да, колеса этих БТРов прокручивались, вот, и поэтому решили на это дело плюнуть и стали думать, что дальше. И утром вот эта часть церкви неразрушенная, она сама упала, сама по себе, причем упала на дома частично. Были жертвы? Не было жертв, потому что люди все работали в основном с раннего утра на заводы. Рабочее время уже было. По слухам, убила одну старушку, которая оставалась в доме, но тем не менее. Но это мы сейчас подтвердить не можем, да, и опровергнуть тоже не можем сейчас, в настоящее время. Там про старые мосты, да, говорили? Бумагу-то озвучивали, да? То есть про переправу, которую мы сейчас называем старым мостом. Ну, это в следующем году уже было. В 1963, да. А строительство уже велось, вот, поэтому, ладно бы там, но я понимаю, что Ильпич, он, целым его не извлечь было из той клад, и хотя бы, честно бы писали, что там, забутить основание свай для моста или там спуск к этому. И школу, да, вы говорили, неизвестно сейчас, какая школа. Мы сейчас тоже не можем сказать, действительно ли пошел, да? Нет, нет, не пошел там. Или не строительный мусор. Не строительный мусор, ничего цельного не было. И раньше, в 30-е годы, та же история была, что только гутили. Но, тем не менее, вот что-то сносили, что-то строили в нашем городе. Из такой архитектуры 1962 года следует отметить, я уже год назад называл, что появились такие упрощенного вида стеклянных кафе, которые назывались стекляшками. Вот самыми известными было и поныне действующее утро, только вот оно перестроено сейчас. И снесенная 90-я акация на Ленина у оврага. Первое заведение с момента появления было местом паломничества всех студентов политеха, где под пельмешкой отмечались сессии, зачеты, замены. Ну, конечно, и культурная жизнь была довольно насыщенной. Несмотря на все виды и проблемы, да, и общую обстановку. Все-таки оттепель, все-таки оттепель еще не удавили, не удушили, хотя и нехорошими словами называли художников, но, тем не менее, пытались в дальнейшем и исправить положение, и организовали после бульдозерной выставки, это еще была одна снесенная там, и официально, где Хрущев пытался понять и объясниться. В 1962-м выходили знаменитые фильмы, которые и сейчас у нас в Золотом фонде нашего фильма-фонда, скажем так, это гусарская баллада, Рязанова, прежде всего. Ну, конечно же, в этом же году стали застольными песни из фильма, это и давным-давно, и была еще в начале фильма, там, песня «Жил-был Анри IV», он славный был король. Ну, это, разумеется, все показывалось в Киевских кинотеатрах, да? Да, и знаменитый фильм вышел «Француз и железная маска», который, наверное, был настолько популярен, что чуть поменьше, чем «Фантомас». «Фантомас-то позже будет». Да, потому что вот дети играли тут же в «Мушкетеров», перешли от, видимо, этих азаров и чапаевцев в «Мушкетеров», вот после таких фильмов. В этом же году Бернес спел свою знаменитую «Я люблю тебя жизнь», которая не устарела до сих пор, а Анофриев «Песен у шофера» Булат Джава сочинил свой последний троллейбус, а Владимир Высоцкий где-то в 18 лет. На большом, конечно. Да, 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 вот, оказывается, он, конечно, перепел, но, конечно, из-за отсутствия магнитофонов практически в 62-м году мы единицы имели магнитофоны, хотя можно было... Массовый выпуск будет потом еще, впоследствии, да. Поэтому то, что с телевизора услышали, или вот где-то на ребрах записали, а по радио и по-единственному в ту пору телеканалу, напомню, что второй телеканал появился в 67-м году, пела Людмила Зыина «На побыв уедет молодой моряк». И Иосиф Кобзон поприпел «Куба, любовь моя». И, кстати, когда у нас была в инженериуме выставка, посвященная 60-летию телевидения, там была уникальная фотография, где Кобзон поет в нашей студии телевидения, причем пел он не под фанеру. Сзади был оркестр из трех человек, там две дудки, там и еще кто-то на чем-то. И вот такой юный Кобзон, и вот у меня было впечатление, что он пел именно «Куба, любовь моя», потому что тогда это была песня. Ну и открытием года стали Магомаев и Пьеха, которые засветились в новой телевизионной передаче «Голубой огонек». Вот так начинался путь, да, это легендарная программа именно с этого года. Так, а из других каких-то явлений культуры что-то можно еще отметить? Ну, не только кино. Но первое, вот я уже говорю, год назад появилось, но, наверное, до Ирова дошло уже в 62-м, и «Марярты» слишком долго. А вот уже из фильма был «Амфибия». Внешность советских людей, Евгений Юрьевич, она не менялась? Не менялась. Конечно, на улицах была масса, рабочие ходили в ватни, и вот если зиму брать, и это штаны с напуском, на сапоги там или бур, или валенки, и это вот короткие пальто были по тем временам зимние, ну, если вспомнить, вот примерно в этот период снимали кинооперацию, и вот моды были, такие джинсы еще. джинсами не назывались, назывались техасами, а школьные их одели еще в старой гимназической форме с ремнем, которую отменят через пару лет, и стригли их под бокс и полубокс. Вот в основном школьные фотографии 62-го года это пацаны обритые наголо, и спереди что-то так оставалось, это 90% подвергались такой стрижке. Я думаю, вот рано или поздно она снова вернется, и будет популярной. Мы не удивимся. Потом уже вольности, конечно, начались, не только вот этот серый костюм, там можно было носить еще что-то такое. Вот, ну и события года, конечно, на улицах Ирова появились новинка сезона, это Горбатый Запорожец. Тогда, конечно, ну были личные автомобили, не помню, в каком году желтые номера сменились на черные. Вот, наверное, позднее, но тогда все частные машины, они были с одним индексом, буквенным КВИ, что расшифровывалось индивидуально. Вы представляете, 4 знака, вот все личные машины, они должны были уложиться. А в 62-м году еще меньше было. Но, тем не менее, при там средней зарплате 100 рублей в месяц, которая считалась нормальной, Волга стоила, к примеру, там 5,5 тысяч рублей, а Запорожец был относительно доступен. Известное имя первого владельца Запорожец? Вот, неизвестно. В этом городе не сохранились. Удалось установить первого владельца Жигулей, вот, может, даже живая эта машина. Но, тем не менее, на Запорожец и оглядывались на улице, вот, прощали им все недостатки, что он шумный, маломощный, маленький багажник, тесный салон, небезопасные двери, задний навес, они же открывались, не как сейчас вот вперед, а наоборот, вот, братья, оно назад. Да, назад, да. Вот, в 62-м году, поэтому... Зато не убиваем, как говорится, да? Что там? Ну, по тем временам убить можно было все, потому что... Можно только починить из того, что попадется под руку, да, воздушное охлаждение. Нельзя было убить. Вот, с одной стороны, конечно, была и эйфория, веселье, до сих пор. И эсмическая тематика всюду муссировалась, и хорошие фильмы, и хорошая музыка, и какой-то дух свободы витал, а с другой стороны гонения, церковь гонения, крестный ход, вот это же, тоже в 62-м году начали всяческие препоны. Вот, подорожание... Запрещались собираться, обслеживали, да, те, кто хотел отправиться в крестный ход на... Так что вот такой год, похож он на сегодняшний, вот сами понимаете сейчас, чем. И кризис, главное, что преодолели, то, что они упали до самого дна, и все равно можно выйти из любого положения. Я думаю, были бы здравые головы. В 62-м году-то и головы горячие были, но они вовремя охладились. Вот, я думаю, что во все времена все-таки здравый смысл будет преобладать. Спасибо, на этом завершаем сегодняшнюю программу, сделанную в Ветке Киров в 1962-м году. Сегодня мы осветили именно события, явления, связанные именно с этим годом. Передача наша, напоминаю, выходит два раза в месяц, по пятницам, после 13 часов, все программы появляются затем на нашем сайте, Кирова.руйна. 63-й будет добрее, интереснее, добрее. Все-таки ближе к Новому году нужно говорить немножко о чем-то более добром, и ваши оправдания наших слушателей сбудутся. До встречи через две недели в программе, сделанной в Ветке. Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель Музея Ветского государственного университета. Всего доброго, до свидания.